здравствуйте зрители моего канала рада вас приветствовать ну что осень еще раз осень вступает свои права полноценно уже прохладно но пока еще вот в тепличке достаточно тепло для моих цветов пока еще не обрезаны жду похолодания со дня на день так сказать ну может не со дня на день но через неделю две то точно уже будет прохладно вот тогда и обрежу а пока любуюсь цветением пока мне они доставляют радость удовольствие эмоции положительные конечно же ну я думаю что это последнее видео обзорное которое можно сделать в этом сезоне так сказать и закрыть этим видео этот сезон первую очередь это видео себе на память ну и вам тоже полюбоваться возможно зимой пересматривать будете давайте я вам покажу все таки что у меня на сегодняшний день цветет как это выглядит какие-то может сорта отмечу отдельно скажу что понравилось что нет хотя не понравившихся нет сразу так скажу вот ну и пробежимся по сортам скажу что я не думаю начну я с их столбовая дворянка вот такие прекрасные цветы у нее очень крупные кустик очень аккуратный а шапки огромные однозначно сорт достойный однозначно его буду рекомендовать на подоконник если кто-то желает давайте покажу отдельный цветочек прям крупным планом смотрите какая прелесть сантиметра но 4 точно с лишним может быть даже 5 очень красивые так дождик накрапывает надеюсь не помешать нам так что по этому сорту замечаний вообще нет юмер лизон 2 знаменит своими розами я много по обрезала была в отпуске уезжала он тут много цвел сейчас оставил только те которые свеженькие вот эти сиреневые розы и подкупают замечание только к кусту он очень крупный у меня его в маленьких объемах не получится выращивать я не смогу но сорт тоже очень красивый кто хочет попробовать его на подоконнике пожалуйста но еще раз скажу что он все-таки очень крупный крупные растения сервивор идолс розалинда они тут говорить нечего ее все знают все любят очень красивые шапки у нее цветы крупные сорт совсем не капризный с этой дамочки так сказать началась моя коллекция сортовых пеларгоний четыре года назад как раз она была первая которая зацепила меня до этого были безымяжки так скажем а вот с нее как раз началась именно коллекция сортовыми пеларгониями я и за это благодарна что она есть у меня и естественно она у меня остается навсегда потому что ее не любить нельзя кустику не очень младный она может как маленьком горшочки выращиваться так и в более крупных но в принципе я не вижу смысл давать ей больше трех литров больше она не станет поэтому ей достаточно максимум думаю три литра минимумом в литре она может спокойно расти она не тянется сильно сама куститься и вообще беспроблемный сорт такие цветы сегодня солнце нет думаю может быть все равно получше будет цветопередача не засвечивает эта красотка с красивыми ванильными облаками такими грешами это леона галактика всеми узнаваемые она цветет всегда без волн то есть она просто всегда цветет посмотрите сколько у нее цветоносов прям много-много даже жалко и будет резать до всех конечно жалко будет резать тоже могу сказать что девушка крупные цветоносы не сильно прочные какие-то держат себя какие-то падают наверное можно использовать как ампель но у меня какие-то подвязываются какие-то сами себя держат какие-то вот лежат но тем не менее сорта очень красиво прям замечательный сорт но крупная девочка тоже предупреждаю в данный момент она у меня растет порядка литров 15-17 честно не знаю сколько горшок но вот приблизительно такой прям ювы византия красивый сорт у меня в трех экземплярах мне она очень нравится что можно сказать у меня она крупная не растет больше куститься чем растет поэтому сорт однозначно достойные можно и на подоконник больших объемов она принципе у меня не требует вот я не заметил по ней что она крупноразмерная и фмуза шикарное растение но у меня первый год хотя это не новинка это красные алые немножко неправильно передается цвет передачи прям алые алые цветы очень красивые мне очень нравится цвет цветок крупный сам по себе прошу прощения голос садится немножко прибаливаю остаточное явление кустик сам формируется зонартиковый гибрид отличный сорт с длинными цветоносами которые сами себя держат ничего не подвязывая ю лариса агудалова шикарнейший сорт и я знаю что он у многих есть но расставаться с ним не буду ни одна новинка на мой взгляд его не превзойдет именно в этой цветовой гамме я не виду мне очень нравится цветы крупные очень крупные красивые посмотрите сколько на ней цветоносов но это цветунья прям обожаю ее такая вот девчонка девчонка тоже достаточно рослая поэтому если будете приобретать знаете что ей горшочек бы побольше дать однозначно очень классный сорт и в королева бирмы этот цветок чистая зональная пеларгония с не очень крупными цветами предупреждаю что огромных цветов от нее не ждите но у нее замечательное сложение лепестков и очень красивый цвет вот прям ярко красный такой очень красивый поэтому она хороша именно вот своем полном исполнении когда она вся цветет очень красиво кустик у нее не крупный это у меня уже за столько времени подвытянулся на на весной обрезалась очень рано и поэтому как все занавочки она вытягивается но сама в принципе неплохо куститься надо только немного помочь поэтому красивые красивые давайте я вам покажу еще одну для меня новинку может уже у кого-то они есть это сеянец ирины ким распустился у меня него 722 шикарный сорт вернее ну сеянец то шикарные растения это зонертиковый гибрид сам куститься очень охотно и с коралловыми вот такими цветами мне очень понравилась она я хотел ее и она у меня есть долго она у меня переживала жару пришла череночком небольшим в жару и прям этот череночек попал на самую-самую жару ой тяжело ему было но ничего мы справились выжили ирина большое спасибо цветок шикарный мне нравятся такие ну представление наверное не нуждается еще один сорт давайте поближе покажу да он дождик капает прошу прощения наверное мы не поснимаем но других моментов у меня не будет это та эмануэль очень много цветоносов опять вот она цветет волнами то есть во всяком случае у меня отцвела волна отдохнула заново набрала опять зацветает цветет долго ничего не отсушивает беспроблемный в моих условиях сорт очень красивый шапки огромные ну а цветы сами понимаете как этими розами не налюбоваться так следующий сорт буду говорить чуть громче теали манчелло шикарный для меня белоцветковый сорт тоже цветет волнами и есть один грешок осыпается когда цветает но шапки держит долго поэтому в принципе можно простить ему эту такую маленькую шалость изонартиковый гибрид растет вширь по мере роста ну не такой уж прям огромный я бы сказала стандарт дальше у меня цветет ювыданая но это тоже молодой черенок сорт мне понравился тут уже цветает посмотреть ничего вот новенькой только расцветает сорт красивый однозначно она будет крупной поэтому тоже если кто на подоконник учитывайте этот момент не маленькая девочка будет это мой старый сорт карл хегель тоже крупномер не рекомендую на окно вообще никак куститься только с помощью то есть при щипке обрезки тогда будет шикарный куст но его огромные шапки с красивым цветом мне очень нравится желательно вообще ему улица даже не теплица хотя и в теплице неплохо цветет но улицу он больше любит галина уланова однозначно да шикарнейший сорт очень красивые растения как я люблю сама ветвица сама кустица цветоносы всегда на ней у нее нету волн она всегда цветет у меня их много на ней всегда так еще один сорт красавчик ну у меня для меня некрасивых не бывает я их всех люблю это ты а марсель это такая красоточка вот такая вот с зеленцой с желтизной я не знаю не столько переливов этих красок что прям вот нравится красивый сорт так по кустику кустик может расти как в больших объемах у меня например на улице растет в огромном кашпо и огромный цветок то есть растение прям крупные получается так и в маленьких вот у меня в 3 литровом горшке растет небольшой аккуратный кустик весь цветок так поближе бы показать ее моя прелесть зонартиковые цветы ромашки как я люблю кустик ну я не скажу что он уж прям огромный но крупненький тоже нужно учитывать если на окно а так вот в 5 литрах у меня растет цветет не переставая шикарный сорт на мой взгляд я люблю такого плана цветы я уже повторялась говорю об этом что я люблю зонартиковые гибриды и цветы поэтому вот такая растрепка мне очень нравится красивый сорт лотта лунберг стеллар она всегда цветет к ней какие вопросы никаких маленькая аккуратная на любой подоконник встанет и всегда будет цвести не вытягивается сама кустица замечательная у меня в двух экземплярах это изабелла осеннее цветение конечно у нее хорошее летом мучилась жарко ей было свела но прям не скажу что так обильно как сейчас цветет прохлада ей вот пошла на пользу очень красивые красные цветы тут конечно шапки немного поменьше но вот есть и большие просто она вся уцветается посмотрите сколько у нее шапок очень красиво смотрится но девочку надо формировать помогать ей чтобы она так раскустилась нужна помощь так шамаханская царица с приставкой юзис отцветает это соцветие тоже очень понравилось куст аккуратный ладный красивый особенно в начале распуска вот такие вот шарики с белой подложечкой и вот так вот потихонечку она распускается раскрывается цветоносики длинные но сами себя держат красивый кустик таскана хиру ну по-моему цветением все сказано и единственный минус это из аналочки она осыпается и осыпается ну так прилично хотя и соцветие держится вот в прохладу больше дольше даже не больше а дольше поэтому сейчас меньше осыпается в жару сыпалась прям вот мне кажется пару дней стоит и сыпется не знаю видимо прохлады ей больше тоже нравится но вот так вот она цветет я считаю что это очень красивое цветение красивое мадам бавари ну это достаточно простая пеларгония но бывают и более махровые у нее цветы самое главное у нее очень красивый цвет еще один экземпляр лотты лунберг вот так вот ну красиво красиво тут сама кустица ничего с ней делать не нужно вообще замечательный сорт Джоггер Хузбер в этом году выдавал я уже показывала в прошлых видео шапки прям помпонами такими круглыми так интересно было в жару они цвели прям шикарно сейчас обычно цветет как положено а в жару происходили метаморфозы всевозможные с ним простенький достаточный сорт уже много новинок есть похожих но у меня он растет цветет и мне нравится давайте дальше угай гуль вот по этой девушке я могу сказать что ей нужна домашняя как сказать домашнее нужно ей проживание никак не уличное в жару она во-первых плохо себя чувствовала во-вторых она розовит и нету такой красоты зеленой как вот сейчас вот ей не хватает солнца света и сейчас она как раз выглядит очень красиво по-настоящему как должна выглядеть цветет она охотно всегда выпускает цветоносы и достаточно от литра до двух и будет нормально хороший сорт но только для дома то есть на улице я бы ее вообще не советовала даже в теплице ей не очень нравится на мой взгляд ТА Амазонка вот это все ТА Амазонка ну правда красивая девчонка очень красивые цветы цвет какой бесподобный очень красивая компактная аккуратная можно конечно вырастить ее и в большем объеме но скажу одно но у нее есть небольшое замечание по ней она с тонковатыми стеблями и для того чтобы ее сформировать нужно резать тогда будет красивее смотреться вот а так очень красивый сорт тюльпашечка единственная моя Патриция Андрея она цветет всегда но как у любой занавки есть минус она под вытягивается то есть за столько времени цветения все-таки стволик у нее уходит вверх а так больше конечно мне не нужно тюльпашек но и с ней расставаться не буду одной достаточно в коллекции чтобы любоваться этими бусинками как я говорю этих бусинок достаточно красивая мне ее хватит одной но сорт неплохой мне нравится она у меня не капризная достаточно хорошо куститься если приложить усилия там пару раз ее обрезать то вообще замечательная Таира Любовь Орлова ну конечно ей хотелось бы наверное горшочек побольше заиметь а не 2 литра как я ей дала ну мучается цветет но цветет хорошо в открытом грунте она цветет еще лучше я имею ввиду в большом кашпо у меня на улице ну и здесь чувствует себя отлично и вся в цветах цветы конечно у нее чуть-чуть помельче чем у Айгуль и у Лановой например но она тоже имеет место быть в моей коллекции мне она очень нравится она очень цветливая и вообще беспроблемный сорт что в укоренении что в цветении что в формировании то есть вот ну ткнул забыл называется это вот про нее и цветет всегда и феисфирь прекрасная замечательный сорт очень крупные цветы красивого цвета в жару и действительно тоже было не очень хорошо лучше цветет лучше цветет весной и осенью вот когда попрохладней ну сами знаете лето это было такое аномальное надеюсь что больше таких температур не будет а так очень хороший сорт я думаю что можно ей дать от полутора до трех литров спокойно пять вот я считаю что ей многовато но она себя чувствует не в том смысле что плохо в пяти а просто она не выросла больше то есть ей было бы до меньшего объема достаточно в таких больших объемах как у меня хорошо поливаешь и в жару меньше они пересыхают то есть те которые были в маленьких горшочках им досталось от жары по полной программе и конечно корневая хоть тут и каждый день стой с этой не то что день каждый час стой с этой леечкой все равно тяжело в больших объемах легче переносит жара для них корням проще но сорт очень красивый рекомендую вообще отличная так ювы феникс отличный сорт отличный ну как бы из таких персиков персиков даже апельсинов потому что он прям вот ну вот не передастся наверное вот он прям оранжевый вот вот он прям оранжевый много цветоносов куст очень хороший он занартик или занартиковый гибрид как нет ну он гибрид но прям вот ближе к занартику растет вот прям очень очень аккуратно сейчас долезем какие стволики и все очень коротенько и у него там междоузлия прям очень коротенький красивый сорт вот такой вот апельсин тоже рекомендую растить можно ну я думаю что от полутора до двух с половиной литров смело на подоконник самое то не цветет у меня аэдер сейчас не скажу что он капризный но цветет волнами соцветий должен долго держит отцветание такое не очень красивое коричневое еще одна ювы византия и кстати у меня еще и вот ювы византия совсем молоденький черенок оставила этому год нет осень ну да год посмотрите какие цветы красивые а сколько а сколько бутончиков посмотрите очень красивый вот сейчас правильно передается расцветка она такая градиентная в серединке она более оранжевая такая и переходящие темно-розовый такой красивый цвет эльнариц алексис это старенький сорт карлик обильно цветущий не с очень такими махровыми цветами но с таким тоже градиентом красиво и на подоконник я ее однозначно рекомендую потому что ну это вообще беспроблемный сорт она у меня у двух литров но и этого и очень даже за глаза ей можно дать от полулитров литра до полутора то есть вот такие вот объемы она требует ну что у меня обрезанная юмари моревна обросла вот так вот со второго сентября да очень красиво она обрастает у меня обрастает уникорн зонартик субри вот так то есть те которые обрезала они уже обрастают то есть за месяц вот так вот они практически обросли ну что я еще не показала хану новис что-то мне ее куст не очень нравится или что-то ей не так наверное буду снимать еще черенок себе переукоренять она вся цветет но цветы шикарные кто у меня тут сидит здравствуйте здравствуйте кушают видимо или спят вот шикарные цветы но растение само по себе мне что-то как-то не нравится ну будем думать что с ним делать ну что вот такие мои цветы на сегодняшний день вот так они выглядят пускай они останутся в памяти всю зиму будем любоваться пересматривать я буду выпускать ролики и ответы на вопросы и как пересаживаю как обрезаю ну а вот уже цветение наверное больше показывать не буду ну что всем до свидания спасибо кто смотрит меня кому я интересно переходите в телеграм-группу там будем общаться всего доброго и до новых встреч до новых встреч